Семейные традиции нового года. 31 декабря запорожцам предлагают обширные гуляния возле городских и областной елок. А как встречают главный праздник года художники, работники музеев и генералы СБУ, смотрите в нашем следующем сюжете. Так выглядит сегодня площадь фестивальная. Здесь стоит главная областная елка. Арка с часами и цифрами 2017 и шар с иллюминацией. А главная городская елка на площади Маяковского. И там и тут новогодние городки. С напитками и угощениями. Однако для многих запорожцев Новый год прежде всего семейный праздник. И встречать они его будут дома. У нас уже много-много лет такая традиция встречать Новый год с друзьями. Последние годы мы собираемся две семьи. Наши друзья такие, где красивая елка всегда у них. И мы отмечаем этот праздник всегда вместе. Всегда тепло. Всегда с очень вкусной кухней. То есть провожаем старый год. Вспоминаем, так сказать, былые мгновения прошедшего года. Ну и пожелания на будущий год. Это обязательно. Родина моего мужа из Западной Украины. И уже царство небесное моё свекруси, вона была прекрасной человеком. Она научила меня варить настоящую кутю из пшеницы. И это всегда мои друзья, все, кто меня знает, ждет. И на работе также кутю. Есть традиция каждый год покупать новые елочные игрушки. То есть какие-то оригинальные, красивые, чтобы они не были похожи на все, что продается. Допустим, очень часто покупаются хендмейдовские игрушки. То есть такого плана традиция она есть. И она классная. То есть каждый раз, когда ты отправляешься на новогоднюю ярмарку в поиске такой игрушки, ну это всегда праздничное настроение. Всегда так атмосферно. Поэтому это, пожалуй, такая главная и, может быть, единственная пока что традиция. Самая главная традиция в Новый год, это прежде всего круг семьи должен быть полным. Все должны быть за одним столом. Дедушки, бабушки, родители, внуки, правнуки. Все за одним большим столом. Это действительно единственный праздник в году, где все должны друг другу дарить добро, злагоду, быть только в кругу семьи. Потому что это самый главный семейный праздник, считаю, для каждого и родины. 31-го буду в Запорожье и надеюсь, что до 12 часов успею доехать до Киева, чтобы встретить Новый год и поднять бокал шампанского вместе со своей семьей. А вот в качестве альтернативы светскому празднику православная церковь предлагает верующим начать 2017 год с молитвы. Ведь это не что иное, как и спрашивание Божьего благословения на дальнейшую жизнь. Ночное новогоднее богослужение состоится в Покровском архиерейском соборе, а возглавит его митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука. Так встретит Новый год сам Владыка.